Приветствую всех! Сегодня я рад представить вам обзор нового блендера Bosch серии VitaBoost. Мощность прибора 1600 ватт, скорость 30000 оборотов, 2,2 лошадиные силы. Что это за зверь? Давайте посмотрим с вами более внимательно. Это самый мощный из виденных мной блендеров Bosch. Красивая радужная коробка как бы намекает нам, что инструкция нам скорее всего не пригодится. В комплекте с прибором должна быть книга рецептов, но об этом позже. Мы видим с вами некую палку-толкалку. Следующим мы изымем моторный блок. Он очень тяжелый и безумно легкий прямоугольный корпус самой чаши. Давайте все это распакуем, вытащим из полиэтилена, рассмотрим более внимательно, ну и соберем. Сверху на крышке надпись, которая нас предостерегает от залива туда жидкости температуры больше 80 градусов. Механизм передачи энергии в этом блендере стальной. И в самом корпусе блендера, в моторной его части, и в точке крепления ножа, снизу и сверху. То есть все выполнено из стали. Странное ощущение, пытаюсь найти как закрепить чашу на корпусе, но этого не происходит. Нет креплений, поэтому как-то несколько необычно. Дизайн панели управления и дизайн чаши отдают в эпоху диска, 70-е годы. Кнопки, переключатели, ручки, квадратная форма. Или больше похоже на панель управления, я не знаю, двухмоторного самолета. Внизу кнопочки автоматических режимов. Продолжение следует... Нет датчика крышки. Прибор запускается и без крышки в принципе. Устанавливать чашу блендера можно в любом положении. И при снятии она автоматически выключает сам блендер, а при установке назад не включает его. Это традиционно для европейских приборов последних 5-7 лет. Системы автоматического рестарта у этих приборов нет. Случайное отключение и сам прибор уже не включится ради вашей безопасности. В комментариях к предыдущим обзорам меня просили не убирать основной звук, оставить его, чтобы было слышно, как работают приборы. Я, начиная вот с этих роликов, не буду этого делать. Я оставлю задний план. Возможно, для кого-то шум будет давать ощущение реальности, что это не какой-то монтаж, а реальная жизнь. 30 тысяч оборотов – это очень много. Обычно в блендерах показатель 12, не знаю, там 15 тысяч, здесь 30 тысяч. Для чего они нужны? Ведь даже обычный блендер может теоретически поколоть любое количество льда. Собственно, именно единственный режим, которым я заинтриговал, это режим приготовления супа, автоматический режим. Потому что после использования данного режима, согласно услышанной информации, данный прибор должен разогревать. То есть суп должен быть горячий. Из холодных продуктов должен быть приготовлен горячий суп. Поэтому сегодня мы с вами будем готовить именно суп. Потому что это наиболее интересный, гораздо интереснее, чем просто поколоть лед, либо сделать молоко с бананом. Я безумно люблю томатный и тыквенный суп. Но сегодня я выбрал, как ни странно, необычный суп – морковный. Мне показался довольно странным на картинке, потому что морковный суп от чего-то желтый. Тем не менее, сегодня мы приготовим с вами именно морковный суп. Я помыл, почистил морковку, подготовил ингредиенты – имбирь, чеснок, некое маленькое количество воды и бульонный кубик, чтобы не заливать горячую воду и точно знать, что изначально у меня продукт абсолютно холодный. Также мне понадобятся, скорее всего, сливки. Эй, нет, немного морковки оставлю зайцем. Сливки, бульонный кубик, вода. Бульонный кубик. Имея опыт работы с блендером, я знаю, что стик, вот эта палочка – отличная вещь, поскольку не придется трясти сам блендер, чтобы даже при малом количестве жидкости все равно все хорошо измельчить. Наш термодатчик показывает, что температура пластикового блендера, такая же, как температура воздуха, порядка 22 градусов, что, собственно, говорит нам о том, что эксперимент чистый. Нажатием на клавишу я выбираю автоматический режим приготовления супа. Время этого режима – 420 секунд. Это очень долго, за это время может начаться и закончиться война, поэтому я сделаю монтаж. Вырезать никакие кадры я не буду, я просто ускорю видео 8 раз. Блендер стоит невероятно устойчиво, несмотря на то, что чаша не имеет точек крепления, стоит как влитая. И вот программа постепенно заканчивается, скорость падает, включаются небольшие импульсы, и прибор выключается. То, что все измельчилось при такой мощи, я ничуть не сомневаюсь. У нас постепенно стекает приготовленный нами суп по стенкам вниз. Вс resort. unity у нас устойчиво. При открытии крышки невероятно оттуда просто вырывается горячий пар. Давайте измерим температуру супа. 72 градуса. С ума сойти. Что и требовалось доказать, суп приготовленный, если он приготовлен из овощей, если он приготовлен из рыбы, либо даже из говядины, ведь температура готовности говядины порядка 58 градусов, этот суп можно совершенно спокойно есть. Да, с курицей, со свининой это будет не лучшим образом, то есть такое есть просто опасно, а вот обычные овощные супы, либо супы с говядиной, с рыбой совершенно спокойно можно принимать в пищу. То есть сразу из блендера накладывать в тарелку и принимать в пищу. То есть мне больше не нужно использовать предварительный разогрев, кастрюлю, то есть все можно сделать прямо в одном флаконе нажатием на одну клавишу. Осталось только проверить вкусный ли суп и съесть его. Субтитры создавал DimaTorzok Суп сумасшедше вкусный, безумно вкусный, всем советую. И теперь наравне с тыквенным и томатным супом я думаю, что он войдет в мой ассортимент. Очень вкусно. Я добавил немножко соевого соуса и буквально 5-6 тыквенных семечек. Через 3-4 часа ко мне придут около 15 человек гостей и я думаю, что я им приготовлю. Правда, все-таки не морковный, а тыквенный суп, потому что морковный я уже ел. Мне хочется посмотреть, как блендер приготовит тыквенный суп. Ну и вопрос, который ужасает любого домохозяина и домохозяйку, необходимо из-за этим всем ухаживать. Как чистить блендер? Я из блендера перелил в кастрюлю приготовленный суп, слегка ополоснул его водой, однако нож между ножом верхним и нижним, нижняя часть стенок, в верхней части была крышка, они остались запачканы, там следы. Согласно инструкции, есть автоматический режим, давайте используем его. Необходимо налить в чашу блендера 1250 мл, добавить туда некое количество моющего средства, буквально капелюшку, и включить режим «Клин». Продолжение следует... Ну что же, клин клином отмывают, я нажимаю на автоматический режим, по инерции все-таки придерживаю чашу, хотя мы видели, что это бессмысленно, в автоматическом режиме на гораздо более высокой скорости он приготовил нам суп. Здесь же идут импульсные включения, для того, чтобы вода то поднималась, то опускалась и очищалась стенки блендера. Звучит музыка. Настоящий вихрь проносится в чаши. И вот очередной момент истины. Прибор отчистился, сейчас мы сольем и посмотрим, что у нас получилось. Тритановый блендер чистый, крышка чистая, толкатель чистый. Ну, программа «Клин» справилась. Приятного вам аппетита!